Алиса И понеслась бегать, обыгрывать, пробивать. Делать это легче, когда рядом единомышленники. В Бендерах на стадионе Шелковик тренируются самые маленькие, но очень смелые любительницы футбола. Здесь не боятся синяков и ссадин. Куда страшнее потерять контроль над мячом. Поэтому сегодня в программе работа на технику. Дриблинг, ведение, финты. К слову, Арина с техникой на «ты». Футбол с головы ушла 4 года назад. Укорощает мяч так же ловко, как и наши провокационные вопросы. Мальчишки проходили и сказали, что футбол не женское дело. Что бы ты им ответила? У каждого свое объяснение, и я не имею права его сражать. Слушай, ты не философ юный? Нет. Раскачать эмоционально такого профессионала у нас не получилось. Все эмоции девочка предпочитает отдавать на поле. Арина мечтает построить карьеру футболистки и играть в топ-клубе. В 20 лет я буду играть в КСЖ. Вот это заявка. Видно, Арина мелко не плавает. Парис Энджермен на секундочку чемпион Франции. Девочка заданную планку понимает. Поэтому на каждой тренировке работает на пределе. А тут, кажется, только делают первые шаги в футболе. Ноги не слушаются, мяч улетает. Да и манишка по длине, как платье. Но юный боец не сдается. Настя самая юная футболистка. Еще ходит в детский сад. Ей всего 6 лет, занимается несколько месяцев. После основной части тренировки всегда эстафеты игры. Сегодня уклон на координацию и ловкость. Тренер дает задание. Повторяем. Поиграем. Кошки-мышки. Девочки выполняют. В перерывах поправляют прически. Юные леди даже в бутсах и шортах всегда помнят о красоте. А правда, что футболистки все равно даже на поле должны быть красивыми? Ну да, потому что в любой момент, в любую секунду могут объявить либо чемпионат, либо что будет телевидение, или может быть какой-то неожиданный момент. А ты должна быть красивой? Все должны быть красивы. На тренировку, как на праздник, Соню так научил тренер. Зоркий глаз Виктории Витальевны следит за каждой принцессой. Тренер всегда поможет, поддержит и даст совет. Правда, говорят, что у тренера женской футбольной команды всегда охрипший голос? Осипший, да. Осипший голос – это верно, потому что, как правило, я надрываю голосовые связки и потом хожу как джигурда. И хорошее чувство юмора у тренера тоже должно быть. Присутствует, да. То есть мои дети настолько к ним привыкли, а мы как одна семья. Каждая из этих девчонок в будущем мечтает попасть в сборную страны. Это возможность проявить себя на международном уровне. Но для этого нужно еще подрасти, в том числе и профессионально.